Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Сегодня я бы хотела рассказать вам про незаслуженно забытые корнеплоды, которые активно выращивались нашими прапрапрадедами, но сейчас они практически встречаются на одном садовом участке из 20 в лучшем случае. Многие слышали такое выражение, как проще пареные репы. При этом мало кто пробовал ту самую пареную репу. Почему так произошло, почему мы забыли вот эти культуры? Дело в том, что выращивались незаслуженно забытые корнеплоды до того, как Европу захватила картошка. Эта культура прочно вошла в наш обиход в XVIII-XIX веке за счет своей высокой урожайности, адаптивности и способности хорошо сохраняться, малой поражаемости вредителями. Потому что первоначально картофель не имел вредителей на территории Европы, никаких. Практически ни заболеваний, ни насекомых не было. Это уже позже появилась фитофтора, которая уничтожает урожай картофеля. Позже появился колорадский жук. Еще наши мамы, наши бабушки помнят, что колорадского жука не было, и его собирали поштучно. Возможно, те культуры, про которые я вам сейчас расскажу, помогут заменить частично картошку, или просто что-то вам напомнит новое, что-то даже не заменит. Они обогатят ваш стол нотками своего вкуса. Первая культура, про которую я бы хотела рассказать, это именно та самая репа. Репа — это растение смейства капустные. Часто она встречается еще под названием турнепс. Это одно и то же растение, но чаще всего у нас турнепсом, в славянских языках. Турнепс — это культура, которая выращивается как кормовая. Это кормовая репа, которая достигает размера корнеплода порядка 500 граммов, то есть до полукилограмма она может достигать. Она имеет немножко более грубый вкус, она используется чаще всего для корма животных, но сейчас она практически вытеснена из культуры, и всюду ее заменила кормовая свекла. А в англоязычных странах турнепс — это и есть турнип, это репа, она так и называется. У них нет разделения на кормовую и такую пищевую репу, овощную. Есть сорта, которые отличаются окраской плода, но их на самом деле не так много. Сорта есть с белой мякотью. Из них очень хороши такие сорта, как white egg, белый шар — это достаточно быстро созревающий, скороспелый сорт. Purple pop — это тоже такая скороспелая репа. Но чаще всего на территории России, на территории Беларуси выращивается репа с желтой мякотью. Почему именно она? Она сохраняется дольше, она меньше вянет при хранении, то есть эта культура более устойчивая именно в хранении. И самый известный сорт репы с желтой мякотью — это репа петровская. По вкусу репа, если вы ее никогда не пробовали, понравится тем, кто любит есть кочерыжки, тем, кто любит свежую капусту. Это растение достаточно похоже именно по вкусу на кочерыжку, особенно сорта с белой мякотью. У сортов с желтой мякотью оттенок вкуса немножко другой. Кроме вот этого капустного запаха, капустного вкуса, сладости вот этой, репа действительно достаточно сладкая. Она по сладости сопоставима приблизительно с морковью. У желтой окрашенной репы немножко такой мучнистый и такой насыщенный вкус. То есть вот желтая репа, она больше хороша для хранения и она больше пригодна для приготовления. Вот пареную репу готовили именно из желтоплодных сортов. Как культуру эту вырастить? Ну, это скороспелая культура сама по себе. То есть если мы не берем в расчет турнепс, который должен достаточно долго расти, то овощные сорта репы, они быстрорастущие, они созревают приблизительно за два с половиной месяца. Есть сорта, которые созревают за шесть недель, то есть это чуть дольше, чем редис. Ну, дольше, конечно, чем редис, но ненамного все-таки. И эти сорта сеют чаще всего в два срока, поскольку репа – это холодостойкая культура. Собственно говоря, она почему, наверное, и ушла немножко в связи с тем, что стали достаточно жаркие и сухие выдаваться летние средние месяцы. Эта культура в жару очень сильно повреждается вредителями, она становится в росте, ее мякоть грубеет. То есть поэтому ее лучше сеять в два срока. Для раннего потребления репу мы сеем либо под зиму, либо ранней весною. Как только почва тает, мы ее сеем, и обычно уже к концу мая, в начале июня, мы получаем урожай репы, который можно спушить. Для репы характерны все те же вредители, что поражают капусту. Это все различные крестоцветные бложки, это белянки, это совки. То есть все вот эти вредители, они в равной степени поражают как капусту, так и репу. Поэтому, конечно, не задерживайте ее на участке. И убирайте, как только плоды достигли диаметра приблизительно 4-5 сантиметров. То есть это хороший товарный размер репы. Второй срок посева репы, он совпадает с посевом редьки на хранение, с посевом дайкона, с высадкой второго урожая пекинской капусты. И это, как правило, конец июля месяца. В это время у нас освобождаются гряды из-под земляники садовой. Мы освобождаем гряды из-под лука, чеснока. И в этот момент мы можем их занять вот этой пожнивной культурой. Это репа. Репа осеннего срока созревания. Ее убирают непосредственно перед самыми заморозками. И для хранения, для того, чтобы она долго хранилась, важно правильно обрезать корнеплоды. Репу, в отличие от таких культур, как морковь, свекла, ее не обязательно подкапывать лопатой или вилами. Она легко выдергивается. Корнеплод формируется практически на поверхности почвы. Он не заглублен. То есть ее вы не надо выкапывать. Вы ее легко выдернете руками. Важно при этом не бросать корнеплод, не обрезать слишком коротко. Обычно длительно и хорошо хранятся корнеплоды, у которых убраны наружные пожелтевшие листочки и обрезаны листья на высоте приблизительно 2-3 см. То есть должны остаться такие достаточно большие пеньки. Если мы срезаем очень коротко, репа быстро вянет. Желтоплодные сорта репы хранятся практически до самой весны в подвале. Белоплодная репа хранится гораздо хуже. Как правило, уже к середине февраля месяца она теряет свою упругость и не очень вкусная становится. Приготовить из репы можно, кроме различных салатов, кроме потребления в сыром виде. Она очень интересна на вкус в вареном виде. Я люблю добавлять репу в винегрет вместо картошки. Получается совершенно необычный вкус, такая интересная нотка. Кроме того, репа можно добавлять в различные супы, в тушеные овощи. Очень вкусное блюдо получается, если крупно порезанную репу тушить с мясом и луком. Тоже рекомендую. Кроме того, репа является более диетическим овощем по сравнению с картошкой. Это действительно овощ. У нее меньше намного калорийность. Приблизительно в полтора раза она менее калорийная, чем картошка. Если вы озабочены тем, как сохранить форму в зимнее время, рекомендую чаще использовать в своем рационе репу. Про репу, наверное, хватит. Еще одна культура, которую практически никто не сталкивался с ней. Мало кто ее пробовал на вкус, но в средневековой Европе это была культура не номер один, но номер три так точно. Называется она скорционера или козелец испанский, овсяный корень, устричный корень, зимняя спаржа. Это все названия этого интересного растения. Это двулетнее растение, как и репа. Оно относится к семейству сложноцветные или астровые. Корнеплоды у него вытянутые, веретиновидные. Но я вам покажу. К сожалению, у меня нет корнеплода сейчас. Я уже съела те, которые были осенью заготовлены. А выкопать еще нет возможности. Они покрыты такой достаточно тонкой черной кожицей. Достигают в диаметре приблизительно 2-2,5 см. То есть они такие достаточно тонкие. И в длину они, как правило, достигают длины от 15 до 30 см. В зависимости от того, насколько хорошо обработана ваша почва, насколько она плодородна. Это растение очень интересное. Я рекомендую хотя бы раз попробовать его вырастить. Оно имеет приятный, сладковатый, немножко мучнистый вкус. Его можно кушать как в сыром виде, для салатов использовать, для овоща погрызть. Он достаточно вкусный и интересный. Детям очень нравится. Он как такая странная морковка. То есть я рекомендую попробовать хоть раз это растение. Но, конечно, в приготовленном виде это вообще просто бомба какая-то. Его готовят на пару чаще всего. При приготовлении на пару его предварительно очищают. Можно его и просто добавлять в супы, делать из него пюре. Но все-таки это очень деликатесное растение. Рекомендую попробовать все-таки вам хоть раз вот эту скарцанеру, приготовленную на пару. Она готовится достаточно быстро, порядка 15 минут. Это максимум, что надо ее готовить. И подать ее со сливочным или сырным соусом. Это очень вкусно. Это очень вкусно, поверьте мне. Как вот эту черную некрасивую шкурку очистить? Вообще, можно, конечно, скрести ножом, но это не очень эффективно. Гораздо проще просто ошпарить кипяточком. И в этом случае шкурка эта легко снимается. Если у вас большое количество корней, которые вам нужно приготовить, рекомендую перед приготовлением ошпаривать ее. Культура – это достаточно продолжительное по сроку своего выращивания. Сеять скарцанеру для того, чтобы получить крупный, хороший корнеплод, нужно как можно раньше. При этом очень важно, чтобы почва была хорошо подготовлена, глубоко вскопана. То есть именно под скарцанеру лучше всего использовать почвы, которые глубоко перекопаны, песчаные, субпесчаные почвы, но с внесением органики в предыдущие пару лет. Очень важно, не стоит вносить свежий навоз, не стоит вносить свежий компост непосредственно перед посадкой. Скарцанера, так же, как и морковь, как и свекла, очень отрицательно относятся именно к свежей органике. Органика должна быть либо хорошо перепревшая, либо должна вноситься под предшествующие культуры. При посадке мы распределяем семена достаточно далеко друг от друга, приблизительно на расстоянии 5 см при дочке. Семена у нее крупные, у скарцанеры легко высевать. Попробуйте доверить это дело детям. Дети любят сеять крупные семена. У скарцанеры семена именно из разряда обучающих. Вот они такие в виде палочек, длинненькие. Их легко раскладывать на правильном расстоянии в рядочке. Заделывают семена не очень глубоко. В рядках их заглубляют приблизительно на 1,5 см, а не более. А вот всходы появляются, как правило, через 2 недели. Но в отдельные годы, если быстрое потепление, то скарцанера может взойти и за 5-7 дней. Это, в принципе, достаточно быстро всхожие растения. В летнее время своевременная прополка. Подкармливать ее не обязательно. Выкапывают скарцанеру, как только заморозки схватят ее листочки. Когда они немножко поникли, мы начинаем уборку этого корнеплода. Есть одна небольшая хитрость. Корнеплод этот очень нежный, он быстро вянет. Я, как правило, половину урожая скарцанеры оставляю на грядке, чтобы выкопать ее ранней весной. Она практически не повреждается морозами. Никто ее в земле не скушает. Но она сохранит свою свежесть, нежность и сочность. Главное ее выкопать весной до начала отрастания новых листьев. То есть пока она не пустила свои силы на выращивание этих новых листьев. И поэтому, как правило, осенью я выкапываю половину урожая, закладываю ее на хранение в обычный погреб. Скарцанеру желательно хранить, как и морковь, пересыпанную песком. В этом случае она сохраняет сочность, она не вянет. Вторую часть урожая я убираю весной по мере необходимости. Но на самом деле урожайность у этой культуры не очень высокая. Поэтому, как правило, проблемы с быстрой утилизацией урожая у меня не стоит. Надеюсь, что мой рассказ поможет вам обогатить свой рацион. Вы попробуете вырастить эти растения, и они прочно пропишутся на вашем участке. С вами была Анастасия Мулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok